В феврале 2015 года исполняется 150 лет выдающемуся генералу русской армии, национальному герою Армении, Болгарии, рыцарю Франции и кавалеру Ордена Королевства Греции Андронику Озаняму. Казалось бы, до юбилея почти два месяца, и было бы логичнее поговорить об Андронике «Аккурат» через два месяца, 25 февраля. Так почему мы делаем это сегодня? Прежде всего для того, чтобы люди, которых касается наша сегодняшняя тема, задумались, и у них осталось время исправить ситуацию того, о чем мы сегодня поговорим. Напоминаю, впереди два месяца. Ну а прежде чем начать, приглашаю вас в Лазаревский район города Сочи. Волконка. Небольшой и тихий курортный поселок на берегу Черного моря. Находится в Лазаревском районе в 40 километрах до центра Большого Сочи. Большая часть жителей поселка – этнические армяне. Именно здесь был демонтирован памятник генералу Андронику Пазаняну спустя два дня после становления. Мы находимся в Лазаревском районе города Сочи в селе Волконка. За моей спиной находится плита, где был установлен в свое время памятник русскому генералу, герою Болгарии, герою армянского народа Андронико Озаняна. Надо заметить, что памятник находился здесь всего лишь два дня. По той причине, что местных армян, которые установили этот памятник, вынудили его отсюда снять, это каменное извояние, по вине властей. По неофициальным данным, это было сделано руководством города Сочи, которые турки якобы вынудили их это сделать. А по официальным данным, нам чуть позже расскажут, что произошло местный житель. Буквально в двух шагах от этого памятника стоит монумент жертвам геноцида армян 1915 года в Османской империи. Примечательно, что и сам монумент, и памятник Андронику Озаняну, который, кстати говоря, находится на территории, естественно, Российской Федерации, был снят по настоятельной рекомендации турецких властей, или, скажем так, турецких посыльных в этом городе. Но мало кто знает, что буквально в 600 километрах от этого места, уже на территории Турции, в Артвинском районе и даже в Карской области Западной Армении, ну, как мы сейчас понимаем, что это сейчас уже территория Турции, стоит памятник турецким солдатам, жертвам русских войск во времена русско-турецкой войны. Нестыковочка какая-то получается, господа. Дело в том, что на территории России ставят памятник Андронику Озаняну, и, тем не менее, русские прислушиваются туркам, убирают этот памятник, но в то же время на территории Турции стоит памятник турецким солдатам, которые стали жертвами русских войск, и Россия не вмешивается. Я думаю, стоит той же администрации города Сочи, тому же Союзу Армян России, которые прислушались и к турецким властям, как я понимаю, и к администрации города Сочи, все-таки указать и на этот факт, о котором я сейчас вспомнил. Ну, а сейчас мы дадим слово местному жителю, он расскажет подробности, как так получилось, что памятник простоял всего лишь два дня, и по чьей вине он теперь находится недалеко отсюда, в подвале у местного жителя. Мы были очевидцы этого мерзкого поступка, который был совершен над памятником Андроник. Он стоял два дня, простоял. Неофициально, да, неофициально, это власти надавили на Союз Армян России, Сочи. Сочинский сар снес его. По-другому никак нельзя сказать. Мы здесь стояли, они даже не пытались никто его защищать, а просто был один вопрос снимать. Разговоры об этом шли, что турецкие консулы, послы, они давили на администрацию. Такие разговоры были. Я лично этого не слышал, но такие разговоры были, и давили на Союз Армян России, на САР. И САР снимал их. Поэтому о том, что говорят разговоры, что поставили неправильно. Вы сами как думаете? Что думаем? Турки соучастники этого процесса? Или все-таки вопросы больше к САРу и к администрации города? Знаете как, у меня на сегодняшний день складывается такой момент. Турки, конечно, причастны. Для турок Андроник это воинственность. Если взять любую историю, историю России, у нас, мы живем в России, много есть генералов, и есть у нас то, на кого мы можем равняться. У армянского народа есть Андроник. И когда, взять по историческим моментам, когда Андроник шел со своим небольшим отрядом, в его отряде были и казаки Тирские, и Кубанские, и Ростовские казаки были воинственные. 60 его воинов перебили, 800 турков взяли еще в пленных. Это говорит о чем-то, а всегда о численности нет разговора. О численности не играет роль. Играет роль храбрости, мужества. Андроник был храбрый. Он воевал, как он говорил, я признаю только одну нацию, нацию угнетенных. Там, где угнетенный, там и мой меч. Он воевал на Болгарии, освободил Болгарию от турок. Он имел медали греческих. Это второй вопрос. Мы можем сейчас сказать, что вина всего этого происходящего, безобразие, лежит первое на Союз Армян России. САР, да, Сочи, да. Ну да, Союз Армян России, правильно, да. И только потом на консульство турецкое. Знаете как, это поэтапный момент. Наверное, это с памятником Андроником все-таки, наверное, связано на прочность диаспоры, да, именно Сара. САР показал свою несостоятельность и не умея отстаивать свои интересы. Все-таки надо заметить, что диаспора и САР, это два конца одной оси. Согласен с вами. Но сегодня у нас, знаете, как думает община, это САР. Люди заблуждаются. САР это всего лишь общественная организация. У нас тоже общественная организация, народная память. Но мы же не называем себя община. Мы делаем армянские мероприятия. Но вопрос по поступкам, что и кто и как делает. И кто должен был защитить. Да. Они должны были встать и защищать его, а не сносить. Мы письменно заявление подали на администрацию по поводу Андроника, по памятнику. На что нам дали ответ, что будет та паническая комиссия. Что она и была 1 сентября 2014 года. Комиссия дала ответ, что памятник Андронику не может быть установлен в Краснодарском крае в связи с тем, что он не сделал ничего для Краснодарского края. Вопрос первый. На тот момент Краснодарского края не было. Это раз. Чтобы он что-то сделал для Краснодарского края. Ну имеется ввиду территорию. Территорию, да. Назвался всем по-другому. Это раз. Второе. Даже если было. Краснодарский край, разве это не Россия? А Андроник оставил интересы России на Кавказском фронте. И не надо забывать, что армянские войны, армянские отряды во главе Андроника принимали участие в русской армии против турков. И благодаря его храбрости и благодаря отрядам армянским многие города и поселки были именно освобождены им. И об этом говорится в документах, где генерал Юденич, Лебединский, когда его присвоил ему генерал-майора в 1918 году. Вот как-то так. Представьте себе. Сочинская мэрия, САР, турки, все в куче. Бог с ними, с турками. Эти лишь на уровне слухов. Хоть эти слухи и правдоподобно выглядят. Но как может Союз Армян России, будучи серьезной общественной организацией на федеральном уровне, иметь тесные контакты с администрацией города Сочи и закрывать глаза на подобные явления. Учитывая, что руководство Союза Армян России наградило мэра города Сочи Анатолия Пахомова Серебряным Крестом. Я не живу в Сочи и не могу сказать, за какие заслуги был удостоен Пахомов Креста. Это высшая награда Союза Армян России, не считая Золотого Креста. Золото пока что приберегли на какой-то другой случай. Но достоин ли Пахомов даже серебра? Ведь именно его руководство противится становлению памятника русскому генералу, прежде всего русскому генералу. И не где-нибудь в Сочи, а всего лишь в небольшом армяно-населенном поселке. Именно администрация Пахомова официально дала знать сочинским активистам, которые занимались памятником, что генерал Андроник Азанян ничего не сделал для Сочи и для Кубани в целом. А значит, и памятник выглядел бы весьма сомнительно на территории Черноморского побережья края. Хотелось бы напомнить мужам сочинской администрации, что Андроник Азанян не только национальный герой Армении и Болгарии, не только рыцарь Франции и кавалер ордена Греции, но и прежде всего генерал-майор русской армии. После ряда побед со своими отрядами в Балканской войне генерал Азанян примкнул к русской армии, создал бригаду в Закавказском фронте и вкупе с русской армией воевал против Турции в Первой мировой войне, которой Россия объявила войну. Подвиги генерала Андроника Азаняна неоценимы. Если он ничего конкретно для Краснодарского края не сделал, то сделал для России, благодаря которому в том числе Краснодарский край нынче субъект Российской Федерации, а не Турции. Неужели этого недостаточно? Кроме того, генерал-кавалер орденов Святого Георгия Четвертой степени, Георгиевских крестов Третьей и Четвертой степени, Ордена Святого Владимира, Ордена Святого Станислава, памятники Андронику стоят в ряде странах, не считая Армению, среди которых Румыния, в болгарском городе Варна, во Франции, в Парижском пригороде Плюси-Робинсон, в Ливане пригороде Берута, Греции в Солониках, а на территории России генералу нет места даже в небольшом селении. Складывается ощущение, что кто-то боится испортить отношения с Турцией. Только вот кто? Сочи? САР? Вы считаете, почему не ступился Союз Армян России именно администрация этого общественного движения на то, что памятник все-таки удалось нести? Ну, насколько мне известно, об этом писал газета Яргамас и публичное выступление вице-президента Союза Армян России Германа Сергеевича он постоянно даже указывал срок установки памятника. Ну, как видно, это после этого чистое болтавление и больше ничего. Я так думаю, что... Разве это не прямая обязанность САР тому, что произошло? Дело в том, что были обещания именно официального лица 2-й и 3-й лицового общественной организации России Армян. Им были даны интервью, им были публичные высказаны обещания о том, что об этом прессе не следят. И в интернете были размещены эти материалы, где было сказано, что такого-то такого-то месяца, в таком-то году будет установлен памятник, работают и прочие вещи. Это чистая ложь. Больше ничего. По-вашему, как вы думаете, наверняка не бывает дыма без огня. Кто мог на них повлиять, может запугать, чтобы они не вмешивались, если сносить этот памятник? Имеете в виду на высшем саду? На саду высшем или здесь? Нет, на саду. Но я не думаю, чтобы вице-президент кого-то боялся и испытывал какие-то в этом плане перегрузки. В таком случае что он должен был сделать? Что должен сделать? Во-первых, изначально они должны были в своих структурах навести элементарный порядок. Почему? Потому что получается так, что голова не знает, что делает, руки-ноги. Фактически ведь так. Если внизу есть инициатива, она должна изначально доведена, быть, до высшего организма. Я уже неоднократно говорил в интервью и на телевидении о том, что чтобы установить память, нужно было начать снизу. Нужно было провести правление районной организации, обсудить это в армянских селах с населением. В случае одобрения и положительного решения этого вопроса нужно было выйти на городской сад. Пригласили бы общественные Адлера, Хосфа, центрального района, обсудили вопрос в случае положительного принятия решения должны были выйти на региональное отделение от СААК, то есть Краснодарского края. Краевую общественность армянскую должны были поднять организации. Было бы там положительное решение, нужно было выйти на президента Союза Армян России Армяну, поставить вопрос, но и затем это было уровень президента Союза Армян должен был решаться вопрос. А так как они пустили на уровень каких-то лавочников но это не решение вопрос. Поэтому я и обвинил САК в некомпетентности, безграмотном понимании ситуации и провальной и то. И сегодня они с больной головой на здоровую перекладывают этот, этот сказал установить то, то, то и прочее. Армяне чертовски талантливые люди, но беда в том, что многие армяне искренне верят, что талантливый человек талантлив во всем. Оттого талантливый геолог Армянин считает, что может быть и талантливым историком и начинает строчить книжки. Как и талантливый инженер, вдруг осознавший, что он талантливый этнолог и тоже садится за написание книг. Даже талантливые бизнесмены ИССА считают, что они талантливые продюсеры шоу-программ, когда занимаются этим, убежденно веруя, что делают все правильно. Несколько лет назад в том же Краснодарском крае при поддержке Союза Армян России в Ейске прошел конкурс красоты Мисс Пляж. Как ни странно, победителем титула Мисс Пляж стали сразу две Мисс из 15 претендовавших. Это Марина Погасян из Армении и Екатерина Могилат. И самое важное, что помимо титула девушкам вручили в качестве приза туристические поездки русской девушки Екатерине Могилат в Армению, а армянской Марине в Турцию, в Анталью. Так случается. Так случается тогда, когда человек занимается не своим делом, не своей прямой обязанностью. А пока наши Мисс с одобрения Союза Армян России разъезжаются по Антальям, а московские стадионы и дворцы не стихают от Саровских концертов, демонтированный памятник Андронику продолжает оставаться уже пятый год в подвале поселка Волконка. Думаете, в 2015 году памятник будет стоять? Не будет стоять. Я более чем уверен. Без прогнозов положительных? Абсолютно. Потому что на сегодняшний день Союз Армян России не способны на определенные кардинальные решения организации. Я вас понял. Спасибо вам. Мы часто покровительствуем одним, вторым, третьим, ищем в лице кого-то союзников и друзей. Господа, может пора задуматься над своими соотечественниками? Как-никак Союз Армян России обязан защищать интересы армян на территории Российской Федерации. А пока что САР защищает интересы Кремля среди армян, забывая о своем главном предназначении. Дай Бог, чтобы прогнозы Валерия Тарасяна в отношении памятника Андроника Азаняна на 2015 год не сбылись. Ну а вас всех с новым 2015 годом. Субтитры создавал DimaTorzok